Из истории древнего мира. Значит, в результате военного конфликта, военной некоторой политики, жители одного города, кто-то был убит, кто-то оказался в плену. И вот одна женщина смотрит, что в ее семье произошли большие потери. Она лишилась сына, лишилась мужа, лишилась брата. И вот она узнает, что они не погибли, а оказались в плену. Набралась она мужества, смелости и отправляется к покорившему их царю или императору, не знаю. Приходит на аудиенцию, а там праздник. Ему говорят, какая-то женщина пришла, хочет с вами пообщаться. Ну, он так расположился, у нее радость, вдохновение. И вот она заходит, поклонилась в полоннице, и говорит, у меня к вам большая просьба. Я вот простая женщина. У меня был муж, был сын, был брат. Но сегодня у меня никого нет. Они в вашем распоряжении, в плену вас. Я хочу попросить, чтобы вы отдали мне моих родных. Этот царь очень удивился. Говорит, интересно, за всю мою жизнь первая женщина, которая набралась с мужества, с милости и отваги. Говорит, ну ты знаешь, женщина, за то, что такая мудрая и смелая, я тебе отпущу одного человека. Я не могу отпустить троих, отпущу одного. Вот выбирай, или мужа, или брата, или сына. Вот кого выберешь, того я отпущу. Братья и сестры, вот кого бы вы выбрали? Ну, давай, брат, я, прости, не знаю, как тебя зовут. Да, да, ты такой у нас веселый. Даниил, вот кого бы ты выбрал? Я жену, наверное, выбрал. Ну, допустим, ладно, твою жену спросим, ты бы кого выбрала? Она брата. Подожди, подожди, подожди. Сложно говорить, потому что сына у меня еще нет. И муж рядом сидит. И муж рядом сидит. Поперек не скажешь, да? Ой, друзья, вы знаете, я тоже, я вот так бы поставил себя на это место. Ну, или мою жену. Я думаю, чтобы она выбрала мужа, это по-любому. У нее вариантов не было. Вы знаете, вот эта женщина, интересно, делает выбор. Она говорит, я выбираю брата. И царь просто аж не понял, как брата. Серьезно, брата? Да. Он говорит, почему брата? Ну, муж родной человек, сын еще ближе, наверное, да? Роднее ты его родила. Она говорит, брата выбираю, потому что, знаете как, вот муж, ну, мужа жалко, очень люблю его, да. Но, ладно, мужа нет, выйду замуж, даст Бог еще раз. Сына? Сына жалко, но, может быть, еще раз жу сына. А вот брата у меня уже никогда не будет. Вот. Понимаете, да, мысль? И он, когда услышал, говорит, слушай, ты правда мудрая женщина. Троих забирай. И мужа, и брата, и сына. Ну, правильная оценка. Но это к чему? Вот к оценке. Я не говорю, что муж нельзя ему уже дооценить или сына. Но вот оценка брата. Почему? Потому что брат, брата больше никогда, ну, нигде ты не получишь. Но это вот такой момент. И вот мы вспомнили пример Каина. Вот в его отношении с Авелем был момент Бога или не было? Как вам кажется? Был момент Бога. Бог ему сказал, Каин, вот так надо строить отношения с братом. Он Бога в сторону начал строить сам. Убил брата. Иаков, Исаав. Был момент Бога? Как вам кажется, братья и сестры? Или только свои амбиции были? Как вам кажется, а? А где этот момент был? Да, был, правильно. Знаете, когда был? Когда уже Иаков пошел мириться с братом, вот встреча с братом. И Иаков понял, слушай, мои амбиции, моя хитрость, мои желания, они привели меня к конфликту с братом. Мне же нужно подумать, а как Бог на это смотрит. И раз, когда он начал с Богом строить отношения для того, чтобы построить отношения с братом, тогда в жизни стало получаться. В жизни Иосифа братья приходят и говорят, отец просил там, чтобы ты нас не обижал, мы понимаем. А Иосиф, помните, что говорит? Он Бога вначале увидел. Вот прежде чем строить отношения с братом, он посмотрел, в моей жизни есть Бог, я боюсь Бога, поэтому я вам не причину вреда. И вы знаете, ну такой пример, как это в нашей жизни, вот я молодежи рассказал, не помню, может я и вас рассказывал. Не в семье пример, а вот в молодежи, как вот между друг другом, это принципы между друг другом. Потому что наше желание, наш эгоизм, они сильно нас съедают. Вот две сестры. Молодежь собралась наша ехать в поездку, у нас 100 там человек молодежи, чуть больше. И вот транспорт нашли мы, и вот знаете, такие бусы, и не все любят ездить в грузовых таких отсеках. И вот всех мы рассадили, остается две сестры, и одно место на переднем сидении. Я рассказывал, да, у вас этот случай? Нет? И вот одно место на переднем сидении, и подходят ко мне две сестры. Я же тут суета такая, всех там это, организовываешь. Они говорят, Женя, одна подходит. Мне очень нужно сесть на переднее сидение. И другая, и мне нужно, а одно место. Я говорю, ну хорошо, да, ну как бы, как я не знаю, как вас там мечом или это сидение, или как делить. Я говорю это, ну, а и одна говорит, меня, Женя, вот тошнит, если я буду ехать сзади. Это говорит, меня тоже тошнит. Это, меня всегда тошнит. Это, меня тоже всегда тошнит. Тогда это, вот какой аргумент? Она говорит, меня уже тошнит. меня уже тошнит она здесь, ее уже тошнит и вы знаете почему нам трудно друг друга любить, понимать что это же моя сестренка, мой брат нам трудно решить какие-то моменты потому что мы ставим свои амбиции свои желания на первое место когда мы подумаем, а Бог вот между мной и моей проблемой Бога поставить, тогда легко получается прощать, любить, снисходить отдавать первенство делиться Подписывайтесь на наш канал Примеры из жизни и следите за обновлениями чтобы не пропустить наши новые видео Мы рады каждому зрителю ведь вы являетесь нашим вдохновением и мотивацией к созданию новых видео Мы хотим быть для вас не просто развлечением но источником вдохновения ободрения и укрепления в вере на жизненном пути Спасибо, что вы с нами Да благословит вас Бог Субтитры создавал DimaTorzok